Девушки отдыхают Строили на 30 лет, стоят 60 Сколько вот прожил здесь, да, я, девушки, так и жил бы здесь Какая судьба ждет казанские хрущевки, Лина Зинатулина? Голубое топливо лишь на бумагах Платить за электричество, за обогрев своего дома более 30 тысяч Жители поселка Султана не могут дождаться обещанного газа Ситуацией разбиралась Альбина Минебаева Делать ремонт или строить ковчег? Если знал бы, резину сапога я ее делал бы Почему набережные Челны оказались под водой? Выяснял Сергей Хайдаров Татарстанские разработки впечатлили федерального министра Сегодня глава Минсвязи Николай Никифоров провел заседание наблюдательного совета КФУ Одним из главных вопросов обсуждения стали достижения на поприще цифровой индустрии 4.0 Что особенного в республике научились печатать на 3D принтерах, увидел Дмитрий Аринин Такие гипсы научились делать казанские специалисты Целую серию прорывных изделий для медицины запустили с помощью достижений цифровой индустрии На 3D принтерах стало возможно и отпечатать улучшенные шейные имплантанты Как говорят разработчики, в мире такое производство только-только набирает обороты То, что мы научились делать сетчатые структуры Мы можем делать любой имплантант, он будет сетчатый Это первое, уменьшение веса Потом мы можем делать это из титана Это позволяет сделать его биосуместимым Но это, наверное, больше идет к индивидуальности Со всеми разработками сегодня познакомились министр связи России Николай Никифоров И президент Татарстана Рустам Мениханов Развитие цифровой экономики сейчас приоритетная задача в стране Ключевую роль здесь играет роботизированное производство Сверху можно прикрепить манипулятор С тем, чтобы выполнять уже более сложные операции Вот мы видели модуль, который там поставят Сюда можно поставить какие-то длины? Подобные, да То есть можно будет уже открывать двери, двигаться в лифте Ключевой компонент цифровой индустрии – это и люди, что умеют с ней обращаться Для этого студентов стали учить, как работать со средствами дополненной реальности И промышленным интернетом вещей Мы отрабатываем здесь именно со студентами Каким образом они на реальном предприятии должны программировать эти станки Писать управляющие программы и получать качественную продукцию Воплощение на месте в Татарстане Масштабные задачи цифровизации российской экономики федерального министра впечатлило Сегодня мы смогли посмотреть и очень впечатляющую выставку Реальные результаты исследований, разработок по самым передовым направлениям Которые идут и в рамках программы цифровая экономика Как рассказал Рустам Мениханов, сейчас в республике внедряется много новых компетенций И они уже востребованы у крупных компаний Вот Альберт Кашапч там сразу техзадания дал на миллиметр, если будет, мы закажем То есть вещи, которые здесь делают Самое главное, это студенты, они уже будут как бы интегрированы во все эти процессы цифровой экономики Сегодня на встрече отметили, что нашим студентам нужно расти в своих конкурентоспособности А для практического воплощения талантов нужно больше создавать малых инновационных предприятий Дмитрий Ирин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань Строительство социальных объектов и привлечение новых резидентов Эти вопросы сегодня в Иннополисе обсудили Рустам Мениханов и Николай Никифоров По программе арендного жилья на этот год здесь запланировано строительство шести домов на 730 квартир Кроме того, в Наукограде появится культурный центр Он будет расположен возле жилого комплекса и станет продолжением городского парка Разработка проекта уже началась Вековой юбилей сегодня празднует Татваенкомат Славное прошлое не менее славное и настоящее Пять лет назад военкомату навечно вручен вымпел Минобороны России За лучшую подготовку призывников к армии С какими еще наградами встречает 100 лет служба Отечеству Об этом Рамиль Шайдулин Так выглядит военкомат 21 века Полы из мрамора, солдатские сухие пайки почти как у космонавтов И только боевые офицеры помнят, прежде чем стать образцовым российским военкоматом Почти 100 лет он был образцовым советским Торжественное собрание, посвященное 100-летнему ювилею образованию военного комиссариата Республики Татарстан Объявляется открытым В зале десятки районных военкомов Сегодня праздник каждого, кто занимается призывом 100 лет назад в Москве было решено создать военкоматы в каждой области, округе или уезде Так и в Казани появился свой губернский комиссариат Военный комиссариат стал одной из первых государственных организаций, учрежденных в республике Вслед за созданием Красной Армии это стало важнейшим актом по установлению надежной системы строительства новой армии и флота Военкомат в тот период времени, в военные годы работал на высоком уровне Призывали им молодежь, та молодежь, которая еще вот только-только оперилась А это уже факты о Великой Отечественной войне Борис Кузнецов вспоминает, как в 42-м добровольно ушел на фронт В музейных архивах сохранились письма и фото того времени Вот первые тренировки первых призывников, а вот самый первый трудовой коллектив Фото датировано 23-м годом, до Великой Отечественной оставалось 18 лет Уже на следующем стенде можно увидеть, сколько людей тогда записалось на фронт добровольцами Письма писали не только мужчины, но и женщины Интересные условия, то есть требования, которые предъявлялись к девушкам Рост должен был быть ниже метра 55 Они все должны были быть физически здоровыми Кроме того, были определенные требования к образованию Как бы ни стремились на фронт, но документы подтверждают В некоторые войска брали только с образованием ниже школьного И даже с такими правилами за годы войны здесь призвали больше 700 тысяч человек 226 уроженцам Татарстана за 100 лет работы военкомата Присвоены звания Героев Советского Союза Рамиль Шайдулин, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань Рустам Мениханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФУ по итогам марта На второй строчке глава Башкортостана Рустам Хамитов А третья позиция у руководителя Самарской области Дмитрия Азарова Исследование провела компания Медиалогия Рейтинг основывается на чистоте упоминаний в СМИ сообщений с участием первых лиц Казань в будущем может по примеру Москвы снести старые хрущевки Об этом говорил на комиссии по вопросам градостроительной деятельности В исторических поселениях президент Татарстана Сегодня каждый третий дом Казани это хрущевка И ни один из них пока не входит в аварийный список Как то, что строилось времянкой, оказалось долговечнее новостроек Лина Зинатулина А кто эти люди? Чем они занимаются на кухне? Это научные сотрудники института жилища Они заботятся о вас Вот такая радужная реклама в свое время продвигала хрущевки Как настоящее чудо проектировки Зачем наматывать километры, чтобы просто приготовить суп? Ученые хотят избавить вас от лишних движений И размещают оборудование кухни более рационально Все необходимое под рукой Мойка, плита, холодильник, стол и шкафы Все на площади в 6 квадратов По меркам 60-х мечта хозяйки Но комфортно живется в хрущевках в 21 веке Стройка пятиэтажек началась еще в конце 50-х После войны был дефицит жилья Пришел на помощь опыт Франции Дома из крупных панелей строились дешево и меньше, чем за месяц Но и рассчитывались лет на 30 службы Считалось, что после 80-го года мы уже придем к коммунизму И уже такое же длёд для коммунизма не очень должно было подходить И вот на дворе 2018-е Хрущевки все еще на месте В Москве идет программа реновации с полным сносом старых пятиэтажек Это больше 5000 домов, жителям которых предлагают новые квартиры в том же районе На днях Рустам Мениханов не исключил такого пути и для Казани На заседании комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях Президент сказал, смотреть надо на 15 лет вперед Жители Хрущевок в такое будущее пока не торопятся А их в Казани почти 300 тысяч человек Так и жил бы здесь, мне это все устраивает Мне новый же день, какому мне надо Новый дом? Какой? Только здесь разве, в нашем районе? Наши старые районы с хрущевскими домами несут в себе какую-то теплоту Все друг друга знают, все с друг другом здороваются, общаются С точки зрения капитального строительства дома вполне в хорошем состоянии Страдают в первую очередь инженерные сети, но на это есть капремонт Внутренние перепланировки, конечно, здесь сложнее Но тоже за рубежом научились, пристраивают новые санитарные блоки к ним Увеличивают за счет этого ванная комната и кухни Сегодня Хрущевки это чуть больше четверти всех многоквартирных домов в Казани За последние 10 лет 590 зданий капитально отремонтированы И аварийных среди них нет Впрочем, поменять старое на новое на выгодных условиях вряд ли кто-то откажется Но пока это все только в далекой перспективе Лина Зинатольевна, Александр Лобанов, ТНВ, Казань Школа возле микрорайона Соловьиной рощи будет построена Начать ее проектирование поручил Рустам Мениханов Об этом сообщил у себя в Твиттере руководитель пресс-службы президента Эдуард Хайрулин Учебное заведение рассчитано на 1224 места Напомним, что с просьбой о строительстве школы несколько раз выступали жители микрорайона Предполагается, что учебное заведение откроется в сентябре 2019 Пятую зиму они сидят без газа Так говорят жители пригородного поселка Султан Ай Утверждают, покупая участки, были уверены, что здесь будет и газ, и вода, и дороги В итоге земля обетованная пока лишь опустошает кошельки жителей Почему вместе с газом улетучились и все надежды? В репортаже Альбины Минибаевой Мы вынуждены платить за электричество, за обогрев своего дома Более 30 тысяч рублей Так без голубого топлива дома в поселке Султан Ай Стали золотыми пятую зиму без газа За март месяц я платил 23 269 Это почему такие суммы? Потому что нет ни газа, ничего нету Все должно быть, значит, и газ Но все плоды цивилизации остались лишь на бумагах В договоре купли-продажи прописано, участки с газофикацией Землю продавала компания Маркетстрой По словам жителей, компания ушла с казанского рынка Землю купили в 2013 году, в мае месяце Газ обещали в ноябре, но ничего такого не случилось Поселок Султан Ай тоже относится к Казани От основной части города буквально несколько километров Но здесь отчасти заканчивается цивилизация Установили даже газораспределитель Но голубое топливо до жителей так и не дошло Вот они все, эти трубы торчат Вот они торчат, эти трубы Ну, так же вот пользуются электричеством И отапливаем все, так же все электричеством Работы по газификации проводил уже генподрядчик Компания Строй.ком им и Своил Халилов дополнительно отдал 85 тысяч рублей Вот они квитанцы все Вот это вот октябрь 2015 года Мы связались с Маркетстроем По их словам, они тоже заложники ситуации Да, мы инвесторы, заказчики Мы заплатили уже 90% работ Мы проплатили 4 года назад Газ уже был разведен, уже 4 года назад тоже был разведен Он просто документально не подключен В 2010 году Маркетстрой совместно с еще с одной организацией Подтянули газопровод Подрядчики, в свою очередь, проложили трубы Но они его не сдали, еще документально не сдали Деньги вот компании сдавали Он, соответственно, генеральный директор Узнать, почему же до сих пор нет газа в домах Мы и отправились в офис подрядчика Ведь трубы подведены, что тормозит дальнейшие работы По адресу, где должен располагаться стройком Нас уверили, что не имеет компания никакого отношения А вы же генеральный подрядчик, который проводил газификацию? Не генеральный подрядчик, это уже были сусары А какая фирма? Ну, а вам какое дело? В такой ситуации юристы советуют обращаться только в суд По словам представителя маркетстрой Подрядчик пообещал подключить топливо в этом году Но зажгутся ли газовые плиты в домах? Остаемся следить за ситуацией Альбина Минибаева, Амир Залюшев, ТНВ, Казань Это новости Татарстана и далее выпуски Делать ремонт или строить ковчег? Если знал бы резины сапоги, я ее делал бы Почему набережные Чулны оказались под водой? Выяснял Сергей Хайдаров Страстная пятница Готовимся куличи уже печь Готовимся красить вот яички Как православные готовятся к светлой Пасхе Анна Городнова Чулны затопило Сегодня под водой оказались несколько подземных переходов И некоторые дворы набережных Чулнов Автомобилисты двигаются со скоростью 20 км в час Ведь под водой ямы А пешеходы сравнивают себя с ноем Почему в Автограде в пору строить ковчег Выяснял Сергей Хайдаров Набережные Чулны Подземный переход на остановке Московский проспект Этим утром горожане могут преодолеть его только вплавь К 6 утра городские службы, казалось, исправили ситуацию Но уже спустя 3 часа ливневая канализация снова переполнена Дорожники хватаются за голову А пешеходы говорят, что в пору строить ковчег Все было затоплено И я еще в шоке Думала, как же я буду идти ночью Как дождь, вот эти вот перекрытия между плитами текут То есть все течет абсолютно во всех подземках И здесь, и Тимирязево Кто-то скажет, такой переход надо ремонтировать А местные говорят, во всем виновата как раз недавняя реконструкция На ремонт такого не было Я, конечно, кого-то обвинять не буду Но, видимо, где-то грубейшая ошибка была Сегодня работы на этом участке не прекращаются Нужно каждый час откачивать воду и найти место, откуда она попадает в переход Капитальный ремонт делала наша организация Но на гидроизоляционную работу мы нанимали субподрядную организацию Затекает возле трамвайных путей Затекает вдоль стены, под ступенями проходит и уже выбивает, мы видели Под водой сегодня оказались и улицы Автограда На пересечении проспектов Чулмана и Яшлег вода по бордюре Автолюбители едут 20 км в час под лужами ямы Может заглохнуть, а потом ремонт? Аккуратно надо ездить, посмотреть А так напрягает, да? Однако в исполкоме города считают, что для паники причины нет Зимой был произведен ремонт насосных станций К тому же проблемные участки на постоянном контроле Особое внимание уделяем на 4 участка под мостами Это пересечение проспекта Мира Лахитова-Хасан-Тифана И на Московском проспекте, эти же проспекты Пока проблем никаких нету Городские службы перешли на круглосуточный режим работы У сотрудников предприятия автодорог есть вся необходимая техника Для устранения чрезвычайных ситуаций Не получить посылку, не заплатить кредит Работа на некоторых почтовых отделениях Нижнекамска остановилась на несколько дней Всему виной сбой в компьютерной программе Сотрудники могли лишь выдавать бандероли и посылки без наложенного платежа Выяснилось, что в почтовых отделениях по всей республике запустили обновление программного обеспечения Однако не везде программа заработала сразу Сейчас все отделения связи работают в штатном режиме В течение суток наши программисты, в принципе, этот вопрос смогли решить И мы уже постепенно вернулись к полноценной работе Почему быстрее не смогли? Все-таки это связано было и с управлением И работа эта была программой, она централизована В Татарстане некоторые пенсионеры с сентября ждут перерасчета пенсии Это те, кто претендует на надбавки за декретный отпуск Такие выплаты начались еще с 2015 года Однако пик заявлений пришелся на 2017 Как это отразилось на работе фонда в этом году? Алина Бережная У меня пенсии 16 тысяч больше Вовремя обратилась в пенсионный фонд И сегодня получает надбавку к пенсии в июне прошлого года Минзина Габрашитова подала документы на перерасчет пенсии И через месяц получила новую выплату Задержки не было, не было, нет, нет, не могу сказать, что задержка была Всегда во время это давали Чем больше детей, тем больше перерасчет Алсу Садриева обратилась за выплатами в сентябре И попала под волну заявлений Ее пенсия пока не увеличена Работы много, очень много заявлений сказали Будем сделать И работы действительно много Перерасчет пенсии матерям делают с 2015 года Но по словам руководства пенсионного фонда Татарстана Основная волна заявлений пришлась на сентябрь прошлого года Больше 300 тысяч татарстанских пенсионеров Одновременно пришли за перерасчетом Проблему обращения и приема людей Мы однозначно решили Мы снимали специалистов на прием Со всех структурных подразделений управления Сейчас поток, он естественно очень сбавился Но люди все равно обращаются И пока приход людей обозначается И мы это пускаем в текущем режиме От 200 до 1800 рублей на такую прибавку могут рассчитывать некоторые пенсионеры с детьми Уровень заработка, стаж, сумма страховых взносов Ключевые критерии для перерасчета пенсии Показатели разные, оттого и сумма выплат индивидуальная Вот этот перерасчет по нестраховым периодам Это некая альтернатива для тех граждан, которые имели невысокий уровень заработка Сейчас пока на рассмотрении 9 тысяч заявлений Пенсионный фонд работает в усиленном режиме К следующему месяцу проблему с выплатами обещают решить Алина Бережная, Рина Цаффин, ТНВ, Казань Кстати, теперь эффективность чиновников оценят именно по качеству работы с населением Так и новые правила утвердил Дмитрий Медведев Учитываться будут отзывы, оставленные на сайте «Ваш контроль» Результаты оценки могут стать основанием для увольнения Казанцы нововведения встретили одобрительно По их словам, работа чиновников не без нареканий Чем идти звонил и не дозвонишься никогда Они не смогли ответить, почему так И, в общем-то, вот это я считаю, что неправильно Если будет такая возможность составить отзыв в виде смайликов Может быть, как это принято в банках То, наверное, это улучшит работу По скорости выдачи, если ускорят, это было хорошо Потому что некоторые документы по 10 дней готовятся Вот их и как-нибудь ужать В Мамадыше подвели итоги республиканского конкурса «Зеленый огонек» Участники – воспитатели детских садов Только в прошлом году в ДТП погибли 3 ребенка И 197 пострадали Заявки на конкурс прислали более полусотни До школьных учреждений республики Столько же воспитателей Лучшими признали детские сады Бугульмы, Казани, Бавлов, Муслюмовского, Октанышского и Лаишевского районов Дети показывают свои первые шаги в области обеспечения безопасности дорожного движения И хочу сказать по посещениям двух садиков Беликэща и Радуга Что эти шаги делаются очень уверенно, очень успешно Дети полностью вовлечены в процесс Три двойни и одна тройня за неделю Настоящий бэйби-бум в Нижнекамске Рождение сразу трех малышей в городе Впервые за последние два года А вот двойни не редкость 43 нижнекамские семьи стали родителями двойняшек в прошлом году И семь семей в этом Сейчас мама тройняшек А это все мальчики Вместе с малышами под присмотром врачей И к другим темам Поддельный халяль Комитет по стандартам духовного управления Мусульман Республики Вышел в рейд по продукции халяля в Рыбно-Слободском районе В ходе проверки в одном из продуктов под маркой халяль Был обнаружен запрещенный эмульгатор Всего же в незаконном использовании товарной марки Были уличены сразу несколько предприятий Были сделаны соответствующие замечания Было сделано предложение Если есть такое желание работать в сфере халяль То необходимо пройти процедуру сертификации Свидетельствования И можно спокойно работать По закупу И по производству И по реализации продукции халяль Сегодня самый строгий день поста На неделе перед светлой пасхой Православные ограничивают себя в еде Идут в церковь вознести молитвы И осветить главные атрибуты пасхального стола Куличи, яйца и творожную пасху Как готовиться к одному из главных православных праздников Увидела Анна Городнова Все 48 дней пока шел пост Людмила Степанова ограничивала себя в еде И молилась Для нее пасха Один из главных православных праздников Мало кушаешь Все ходишь Только молиться Молиться Потому что Бог идет от нас в молитвы С самого утра во всех храмах службы Верующие молятся спасителю Который пожертвовал собой Ради искупления грехов человечества Страстная пятница Самый строгий день перед Христовым воскресением Комитессенция всего великого поста Это пасха Красная нить Мы постимся Аскео Тренируем Не для того же Чтобы холестерина меньше стало А для того Чтобы укрепиться С своей души В Пекарском цеху Агропромпарка Горячая пора Всю ночь и утро Здесь пекли куличи За несколько дней 3000 штук Традиционные украшения Глазурь И разноцветные конфетти Все на прилавке Для праздничного стола Рецепт куличения Меняется уже десятки лет Основные ингредиенты Это мука Сахар Яйца Маргарин И наполнитель С ним, кстати, не экспериментируют Ведь кулич Это традиционный продукт В качестве наполнителя Могут быть сукаты Или изюм В магазинах сегодня Праздничная суета Люди берут сразу Килограммы творога И десятки яиц Ажиотаж, да, был Всю неделю Очереди стояли Километровые Народу очень много Собираемся традиционно Всей семьей Чтобы Как бы Это целая церемония Красить яйца И поэтому Столько сейчас предложений По Всяким там Разукрашиваниям У нас яиц не хватает Готовимся куличи уже печь Готовимся красить Вот яички Вот Вся наша подготовка Завтра Великой субботой Благовещение Пресвятой Богородицы Утром во всех храмах Пройдут богослужения Уже в ночь На восьмое число Пасхальные службы И крестный ход Анна Граднова Игорь Романов ТНВ Казань Вслед за воронежскими Медведями И питерскими сурками В казанском зоопарке Проснулся 16-летний Медведь Фома Он уже выходил Из пятки февраля Однако сотрудники Дали ему лед От жажды И он вновь уснул Медведица Маша И Кучум В этом году В основном бодрствовали С приходом весны Все обитатели зоопарка Заметно оживились Ведь световой день Увеличился Из пятки вышли енот У птиц начался Период гнездования А львы и гиены Выходят принимать Солнечные ванны И на такой весенней ноте Я прощаюсь с вами Впереди еще спорт и погода Увидимся в 21.30 Огромный ассортимент Портьерных тканей Постоянное обновление Коллекции Портьерный салон Феерия Автомобиль Лада С выгодой до 203 390 рублей Это реально Только в апреле Кан Авто на Мусина Увеличил выгоды На автомобиле Лада Действует Государственная программа Кан Авто Мусина 37 Всероссийский турнир по самбо Памяти Накипа Матьярова 7 и 8 апреля В спорткомплексе Олимпийц Семечки от Мартина Мы помогаем сохранять традиции Ищешь автомобиль? Автоцентр Марка Отдает японский Датсун За так Узнай подробности по телефону 4 пятерки 3 семерки Всероссийский турнир по самбо Памяти Накипа Матьярова 7 и 8 апреля В спорткомплексе Олимпийц Искать дальше Себе дороже Если Ниссан То в марке В апреле 2 ТО в подарок Телефон в Казани 4 пятерки 3 единицы Прочность и долговечность Коронка из металлокерамики В городской стоматологии Весь апрель 4500 рублей 555-44-44 Добрый вечер новости Спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов Хоккеисты Акбарса Стали еще ближе Кубку Гагарина Команду от заветного трофея Отделяет всего один шаг Обыграв Челябинский трактор В четырех матчах Казанцы в четвертый раз В своей истории Сразятся в финале КХЛ Барсы сразу же Дали понять сопернику Что не собираются Отдавать ни одного матча В этой серии Хотя Челябинцы Держались до последнего Все игры завершались Преимуществом в одну шайбу 4-0 в финале конференции Такое бывает очень редко Но стоит отдать должное команде трактор Очень много сил Было отдано в серии С Салаватом Юлаевым Теперь Акбарс С нетерпением команды Ждет соперника по финалу Там как раз Не все однозначно В лучшем случае Победитель пары СК и ЦСКА Проделится в воскресенье Конечно преимущество В плане того Что можно сейчас отдохнуть Потому что Игры были очень сложные Все игры боевые были И вы видите В одну шайбу играем Вот поэтому Неплохо конечно в этом плане Ну мы знаем их И ЦСКА мы знаем И ЦСКА Это хорошая команда Хорошие игроки И конечно мы будем готовиться Казанский Уникс На выезде одолел Автодор В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ К большому перерыву Казанцы уступали Своим соперникам 11 очков Однако во второй половине встречи Смогли отыграться Сумев довести матч до победы Итоговый счет встречи 80-78 Самым результативным игроком Матча в составе победителей Стал Стефан Ласме Остановившийся в шаге От дабл-дабла Набрав 17 очков И совершив 9 подборов Теперь в активе Уникса Стало 16 побед При двух поражениях Как результат второе место В чемпионате Единой лиги В следующем туре 8 апреля Казанцы примут дома Рижский ВЭФ А женская сборная Татарстана По стендовой стрельбе Одержала красивую победу На командном чемпионате России В упражнении ТРАП Турнир проходит В адыгейском комплексе Стрельбы Дубрава На высшей ступень Педестала поднялись Екатерина Рабая Екатерина Суботина И Светлана Крашенинникова В общей сложности Наши девушки совершили 543 точных выстрела Из 600 возможных Не менее уверены Наши чемпионки выступили В личном турнире Все трое стали Участницами финала Екатерина Рабаева Завоевала серебро Среди мужчин В личном первенстве Лучшим из наших Был Артем Копыстынский Финишировавший На втором месте И это все новости Спорта к данной минуте Будьте здоровы И занимайтесь спортом До свидания Здравствуйте Время новостей о погоде Спонсор выпуска Изготовитель корпусной мебели На заказ Данил Мастер Хотите качественную И недорогую кухню По вашим размерам Данил Мастер Исполнит ваше желание Успейте заказать в апреле Со скидкой 20% Данил Мастер, Казань Восстание 23 Телефон 2-167-166 Ну что ж, а теперь о погоде Предстоящие сутки Солнечная погода В республике сменится На пасмурную Ожидаются осадки И порывистый ветер По данным сервиса Яндекс.Погода На юго-востоке Республики Будет облачно Пройдет дождь Температура воздуха Составит плюс 5 градусов На северо-востоке Татарстана Дожди И до 4 градусов тепла На севере Республики Пасмурно Дождь И плюс 5 градусов На северо-западе Облачно Тоже пройдет дождь Там температура воздуха Составит плюс 3 градуса На юго-западе Республики Также пройдут дожди Там будет до 5 градусов тепла И в центральном районе Татарстана Не обойдется без осадков Пройдет дождь Температура воздуха Составит плюс 4 градуса В последующие сутки Осадки в республике Прекратятся Выглянет солнце И будет довольно тепло В столице Татарстана Ожидается дождь И до 5 градусов тепла Ветер западный Умеренный Атмосферное давление Составит 752 миллиметра Ртутного столба Влажность воздуха 82% Ожидается небольшая Магнитная муря Берегите свое здоровье На этом наш выпуск завершен В студии была Маргарита Павлушина До свидания